Алиса Сейчас я стоковый иллюстратор. До этого времени я работала архитектором 10 лет. Сейчас фактически это моя новая работа. И сейчас я стою вот в клубе Анны. И, собственно, там мы все зарабатываем деньги. Давай начнем, да, с самого начала. Прямо с твоего пути. У тебя есть художественное образование? Нет. Ну, смотрите, у меня как такового именно художественного образования нет. То есть в художественную школу я не ходила. Я закончила архитектурный университет. Не могу сказать, что нас там прямо очень сильно учили рисовать. Потому что это был строительный факультет. А где он на списке? Да, в архитектурном строительном. Ну, основной наш. Но что-то там все-таки это мне дало. Рисовать я, в общем-то, всегда любила. Но так получилось, что, например, мои родители были сильно против этого. То есть я уже училась рисовать нормально в взрослом возрасте. Я пошла, когда уже стала сама зарабатывать, пошла в школу для взрослых рисований. То есть у меня была академическая база. Офлайн, да? Ну, ты ходила оффлайн. Да, я раз в метель. Три-два раза в метель ездила. Ну, строили эти кубики, головы потом. Ну, то есть такая база у меня есть. Потом мне захотелось цвета, я перешла на масло. Где-то год я рисовала масло. Потом мне очень захотелось рисовать аквариэль, но вот именно там, где я училась, мне не смогли научить. Ну, то есть там была система, что сидят в комнате несколько человек, каждый, в общем-то, рисует что хочет. То есть это было мое решение пройти академическую базу и меня преподавать. Там он всех обойдет и ко мне именно с академической базой. Ну, то есть это мы хорошо учили. А аквариэлью, пока он пройдет весь круг, у меня уже все засохнет безнадежно. А аквариэлью я уже училась рисовать онлайн. И, в общем-то, это было здорово, то есть реально стало получаться. И, наверное, несколько лет я рисовала просто для себя. А ты вообще с детства любила рисовать? Да, я с детства любила рисовать. А почему именно архитектурный ты любила? Ну, мне кажется, это было, кстати, очень спонтанное решение. Я на подготовительные курсы ходила вообще в другой университет. И я просто с подружкой заехала в архитектурный и на следующий день сказала, что я буду поступать туда. А что тебя зацепило там-то? Ну, не знаю. Мне просто атмосфера очень понравилась. Прикольно. Ну, потом я уже поняла, что это было очень правильное решение, потому что мне нравится рисовать. И у меня всегда очень хорошо шло все математическое. То есть математика в давнейшем Сапрамате, Армеха, тут такая смесь, но это и есть архитектура. Нет, ну, то есть это есть точка соприкосновения. Ну, вот. Потом у нас там дела не очень хорошо пошли в фирме, которая работала. Я ушла на там стополставки, наверное, и начала пробовать разные. Занималась дизайном интерьеров, брала частные заказы по архитектуре, визуализацией архитектурной занималась. Рисовала, начала на заказ рисовать. И вот узнала про стоки, начала заниматься стоком. А как это узнала про стоки? Про стоки я узнала, я проходила курс у Саши Дикой, наверное, почти все знают. Ты не знаешь, я помню. Ну, я думаю, что многие знают. Это очень известный иллюстратор. И она просто вскользь где-то упомянула стоки. А, то есть это было не по стокам образования? Нет, нет, нет. Вообще про другое было. Я так, так, я не знаю это слово. Что такое стоки? Прошла копать в эту сторону, и мне это очень понравилось. Ну, что очень много плюсов. Ну, и начала изучать. Соответственно, когда начинает что-то искать, контекстная реклама начинает подбрасывать курсы. Я прошла небольшие, довольно дешевые курсы, там, как зарегистрироваться на стоках, как вообще начать что-то, как там какое-то очень базовое симилирование, но вот очень базовое. Я недолго с этой школой побыла, потому что я поняла, что у них очень неправильная стратегия. Ну, то есть там предполагалось рисовать многое, но некачественно. Ну, то есть мне это показалось, что что-то странное. Вот, я помню, что в какой-то момент там в общем чате преподаватель кому-то от всей души пожелал заработка на стоках от 100 долларов и более. Я подумала, что что-то тут не так, это уже маловато. Ну, и дальше уже стала искать информацию. Я тоже напряглась на самом деле. Да, я после этого как раз отписалась от них со всех мест, где можно, и начала сама искать информацию. Её не так уж много было, но можно было найти там на иностранных сайтах, посмотреть. И у меня уже стала своя стратегия складываться. Вот. Ну, потом я вот нашла Аню. Ну, то есть ты где-то в инстаграме, да, увидела? Или где-то меня нашла? Да. Ну, то есть у меня просто в рекомендациях вылезла, потому что я видимо стоком интересовалась. А, интересно. Да. Я подписалась. Ну, как бы курсы я не стала проходить, потому что я уже в целом всё это знала. Да, кстати, такая особенность. Алиса у меня не была на курсах. Нет, я потом прошла. На базовом курсе не была, да? Да. Я потом Аню запустила клуб. Я, ну, очень много анонсировала, что будет-будет клуб. Я думала, надо мне это. Да, я грела вообще очень долго. С лета, по-моему. А запустила только в октябре. Ну, да. Ну, я... Я очень была в Смирус Торисах. Это меня-то грело не сильно. Не, ну, я его долго делала. Я долго собиралась. Ну, я не знаю. Иногда, ну, я часто про это говорила. Ты, видимо, всё равно слышала. Ну, да. Наверное. Ну, с одной стороны интересно. Но, с другой стороны, как бы, ну, практически я всё знаю. Ну, думаю, ладно, если там как-то не очень дорого быть. Ну, потому что я же не знаю, что... Ну, да. Ты говорила, что... На пробу. На пробу зайти. Мне понравилось. Потому что мне вот что не нравится в нынешних обучениях многих, что это всё очень новичковое. Угу. Ну, есть не только касательно стоков, касательно рисования варельного. То есть, я люблю учиться. Это мои вкусняшки. Вот. И... Ну, вот везде заходишь, вроде прикольно, но потом понимаешь, что там, ну, роста... Ну, там такая база, да? Это база. Ну, очень много, да. Ну, да. И, то есть, повторяюсь за преподаватель. А стоковое это вообще-то. То есть, есть некоторые стоковое образование. Ну, там реально для новичков. А здесь мне понравилось, что очень много... Ну, таких. Очень... Сложностей? Нет. В смысле, что, например, даже комьюнити. Угу. Очень много людей, которые... Ну, которых даже, ну, можно равняться. Конечно, да. У нас вообще с разным уровнем. Да. То есть, там... Ну, пошла реклама. Вот. Вот уже. Ну, нет, я наоборот не рекламирую. Я просто к тому, что почему я там усталась. Потому что я поняла, что, да, для меня много информации знакомой. Но у меня есть чего новенького получится. Плюс еще я в декрете. У меня круг общения очень узок. Мне интересно, что у меня есть комьюнити, ну, творческая, которая занимается той же задачей, что и я. Ну, это очень ценно, я считаю. Ну, да. Тут даже не будучи беременны, и с ребенком тоже... Да, у меня, кстати, я... Ты говорила, что у меня и до декретов был запрос на появление знакомых в творческой сфере. Но не те, кто рисует картины, которые на стену повесят, такого высокого искусства, которое, может быть, не все понимают. Именно вот людей, которые рисуют и могут это продавать. Ну, и, собственно, ты получила это, да? Ну, да. Но ты, получается, зашла в клуб, протестировала, так сказать, знания, и пошла потом на интенсив, да? Да, да. Потому что мне понравилась подача информации. Ну, то есть, опять же, я пошла на интенсив, понимая, что там будет, ну, если не 100%, но очень много для меня знакомого. Ну, и, как бы, да, там много было знакомого, но вот несколько вещей я узнала, которые не было нигде. Это здорово, это очень ценно. Угу. Да, я помню. Ну, и ты прошла, и дальше. И как вот твоя поменялась стоковая работа после того, как, условно, ты в клуб попала? Или можно даже так разделить. Грубо говоря, ты попала в клуб и одновременно решила прям серьезно, да, более серьезно заняться стоками. Как изменился сейчас твой подход? Что-то поменялось? Ну, тут и клуб сыграл, и мои личные особенности, то, что с маленьким ребенком, у кого есть дети, понимают, что не особо чем-то займешься. Ну, дай бог поесть, поспать успеешь. Мы взяли няню, и, да, сначала мы взяли няню, и я стала немножко больше стоками заниматься. Потом я зашла в клуб, и я стала еще сильнее стоками заниматься. Нет, ну, я не могу сказать, что у меня прямо сильный поменялся подход, но что так слифовалось? То есть у меня была стратегия, во-первых, я здесь убедилась, что моя стратегия верная, потому что, ну, такая же, преподносится стратегия, и при этом она не отшлифовалась. То есть я, например, там первый набор рисовала, там уже есть тема месяца, и мы каждый месяц рисуем набор на определенную тему. Ну, я думала, ну, что ты, господи, я же как так и делаю? Ну, вот я первый набор я рисовала, я честно скажу, я когда стала потом собирать семилляры, я половину перерисовала, потому что, получается, я не до конца понимала, как мне это надо. Мне не подходило что-то по цвету, что-то по форме. В итоге я, кстати, разобью этот набор на два, потому что мне не соединить уже рисовала. Ну да, там, может, стилистика, если предметок не совпадает. Ну вот, да. Второй набор... Сейчас вспомню, что-то там... А, там Папайл, я помню. А, я помню, ты Папайл. Она, кстати, есть у меня в ленте. Да, совершенно не характерные для меня цвета. Ну ладно, так получилось. Вот. Она уже лучше прошла. Там у меня, по-моему, я ничего не дорисовывала. Ну и только то, что мне успело в месяц, у нее пара элементов все дорисовывала. Я часть выкинула, потому что они как бы лишние. То есть я их загрузила отдельно, но для дальнейшего симулирования они не пригодились. Вот третий набор у меня уже, по-моему, практически полностью... Ну, все. То есть складывается вот эта картинка. Да, постепенно понимаешь. То есть я сижу там какие-то иногда себе эскизики делаю, как я потом это собирать буду. То есть это... Ну да. То есть с каждым месяцем понимание все больше. Во-первых, ты серьезно прорабатываешь. Хочется же нормальный результат показать в конце месяца. Ну да. А во-вторых, ты смотришь на других. У нас около ста человек, но там, ладно, показывают работу, может, там тридцать человек. Ну да, там немного. Но это много. Ну да, на разборку. Особенно на вашу тему. Да, да, да. И ты не то, что что-то копируешь. Нет, конечно. Ты это все в копилочку складывается, 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 и ты потом начинаешь даже на другие темы что-то лучше придумывать. Да. Такая вот насмотренность. Ну, то, что такое насмотренность нигде больше не найдешь. То, что ты ни на каком поинтересе есть. Ну, вообще да. То, что здесь именно в динамике работа. Да, я тоже когда на разборах сижу и удивляюсь, насколько все классно рисуют, насколько все разные и разная подача. Хотя тема-то одна. Да. Мне это вообще очень нравится. Ну да. Да. Слушай, хотела спросить. Ты когда вот узнала про стоки и пошла, у тебя сомнений не было, да, что ты там сможешь зарабатывать? Я, кстати, очень плохо помню этот момент. Потому что, я говорю, я тогда совмещала очень много профессий. И мне тогда хотелось... У меня свобода появилась от работы. Ну, в смысле, что у меня неволная загрузка была. И мне хотелось очень многое попробовать. И стоки был один из пунктов. Ну, вот как-то почему-то нет. Хотя я знаю много историй, что новички думают, что там не заработать, еще что-то. Я почему-то вот сразу понимала, что здесь можно, но это вот фигачит. Не знаю, откуда, я даже не помню, то ли это где-то почитала, но как-то у меня сразу это было. Но нет, я сразу знала, что можно. Но у меня просто... До сих пор, я не знаю, буду ли я прям очень плотно заниматься в своей основной профессии. Наверное, буду как-то совмещать после декрета. Ну, это про архитектуру. Да, про архитектуру. Ну, как бы, стоками я тоже буду очень плотно заниматься. Как бы тогда я так не считала. Я считала, что у меня будет основная работа, а стоки, ну, может быть. Сейчас пока по-другому. Сейчас стоки доминируют. Но у меня не было, как бы, такого, что там денег нет на стоках или что. То есть я сразу понимала, что надо очень много работать. А скажи, а в феврале 22-го года были сомнения какие-то? Здравия или ещё что-то такое? Ну, вот нет. У меня обычно, когда какая-то стрессовая ситуация, у меня в мозг вручается максимально активность, что можно сделать. И я тогда... А, я тогда, кстати, вернула себе пионер-аккаунт. Потому что я когда зашла на стоки, я читала на всяких форумах, что лучше, через что выводить. Тогда был пионер Эдей Паум. Уже было неделю, если я его взяла. Да, скрил уже тогда неделю был. Да. Я прочитала, что на пионере поменьше комиссия и сделала сначала себе пионер. Потом я узнала, что он не очень законит, ну, как-то такое не очень шаткое положение в России. Я решила, что нет, я же решила всё делать. У меня уже самозанятость была оформлена. Я же решила сделать всё официально. Я закрою. Я им написала письмо. Пожалуйста, закройте мое. А они закрыли? Да, они закрыли. Сказали, мы очень жалеем, там, напишите нам, если решите вернуть. И сделала себе PayPal. Потом, когда это всё закрылось... Ещё, почему-то, кстати, ходила информация, что новые не сделать, когда вот в феврале всё закрылось. Ну, нельзя было с официального сайта пионер зарегистрироваться. Ты, наверное, восстановила себе, да? Нет, нет, у меня новый был. Я, знаешь, как сделала? Я тоже начала искать. Эффекты. 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 Мы не нам долго прервались, у нас форс-мажор лампочка потухла. У нас серьёзные слишком разговоры. Не все выдерживают. Не все выдерживают. Да. И что, получается, ты с пионером сделала? Я начала, как всегда, искать информацию, как можно его сделать. И первое, что я нашла, там какая-то реферальная ссылка просто в интернете какого-то неизвестного мне человека. И я по ней сразу перешла на сайт и зарегистрировалась. И мне, кстати, пионер там, они ещё, когда регистрируешься по реферальной ссылке и за год выводишь какую-то определенную сумму, они бонус присылали. Они мне перед закрытием буквально за 2 недели успели прислать этот бонус. А большой бонус-то будет? Да нет, там, может быть, там, ровно 20. А, всё равно приятно. Ну, приятно, да. Я даже глобала тут успела подключить ещё с Креатив Маркет и что-то повыводить через него. Ничего себе, это вообще. А что ты ещё сделала в феврале? Я зарегистрировалась везде, где успела. Потому что я понимала, что я не успею, не буду успевать этим заниматься, потому что у меня ребёнок. Тогда не они ещё не было. Но я побоялась, что потом я не зайду, что русским закроют доступ. Я зарегистрировалась на Креатив Маркет. На Design Mandels. На Крипик. Ну, не так вышло. На Креатив Маркет. Ты попала через трибл. Тогда была лазейка. Можно было сделать платный аккаунт на трибл на месяц. Он стал недорог. Там долларов 8, наверное. Можно что-то покупать. И у тебя автоматически открывается магазин на Креатив Маркет. Дальше ты можешь не продлевать подписку, но магазин у тебя остаётся. Прикольно. Такое у тебя вообще, оп, собралась, всё сделала. Ну да. Момент кризиса. Я просто знаю, что я буду потом жить. Все остановились, а ты прямо начала вот так вот. Ну, у меня так получается. Так работает твоя психика, что обезопасить себя это сразу какие-то варианты. Ну да. Мне как будто потом спокойнее. Но я не успеваю всё равно этим заниматься. То есть надо как-то. А в декабре прошлого года, 22-го тоже, когда последняя наша платёжная система ушла, как ты себя чувствовала? Ну, у меня, конечно, было обидно, что ты фигачишь, фигачишь, и тут очередные палки в колёса. Но у меня не было такого, что всё кончилось. У меня было такое, что блин, опять что-то придумывать. А, угу. То есть решать, решать. Ну да. Ну да. Ну прошло то всего. Мы записываем сейчас февраль 2023 года. Опять-таки прошло всего два месяца. Сегодня 15 февраля, поэтому да. Ну да. В принципе, кто-то сами ищет решения. Например, Судоба можно вывести просто так на карточку знакомого. Ну и странно. Один, который royalty free подключил уже новую платёжную систему капиталист. Да. Это то, что мы когда интервью с Наташей записывали, а у меня ещё не было этой новости. А сейчас это первый сток, первая ласточка наша. Я даже смотрю, вот я подписана на очень многих стокеров, которые даже не такие крупные, вот как Аня, а там в блоге которых небольшие, они всё равно рассказывают о том, как деньги выводят. То есть варианты есть, просто они не такие изящные, как раньше. Да, просто посложнее. Но вообще варианты есть, да. Конечно. Как ты видишь вообще своё стоковое будущее? Ну я понимаю, что будучи в декрете у меня очень ресурс современной ограничен. Ну и так по-честному мозг соображает сильно хуже, чем было до, потому что к минимуму сна не хватает. Я думаю, что у меня вот мой выход из вот этого периода, когда доход ещё не такой, как хотелось бы, затянется, но я не думаю, что прям быстрым будет. То есть я думаю, что ещё какое-то время, длительный год, может я... Ты ещё пока в долине смерти, да? Да, в долине смерти меня затянется, я думаю. Потому что я не гружу по-много. То есть есть у нас люди, которые по 200 работ грузят, у меня столько не получается. Ну никогда же это не скоро получится. Но я уверена, что потом выйду на нужную сумму, чтобы работать дальше. Ну у меня на самом деле очень много планов, и не только со стоками связанных, то есть с иллюстрацией, которые я хочу. Ну вот в частности от магазина всякие, эти стоковые, претивные площадки. Ну то есть ты вообще никаким образом не переживаешь за своё стоковое будущее? Ну, в целом, да, нет. То есть мне не нравится, что всё время какие-то палки в колёса. Понятно. Ну, я думаю, что решится вопрос. Ну столько вот здесь не станут. У меня даже... Я даже думала, что если прям совсем кошмары нас вот прям даже закроют прям кабинеты на всех стоках, то что я буду делать? Ну я подумала, что в самом крайнем случае есть друзья за границей, и можно через них оформить новые портфели. Это опять заново разгоняться. Мне не нравится, что, получается, мы же когда на стоках работаем, мы же ещё продвигаем своё имя. Ну да. А тут, получается, нет. Но на крайнем случае можно и так. Ну, в совсем крайнем случае можно релацировать непосредственно сами стоки. Ну да. Ну это же совсем правильно. Нет, это, кстати, даже лучше, чем совсем дорогого человека. Но именно если вот прям закроют, ну даже не релацировать. Ну да. Но мне вообще вот кажется, что у нас только самый крайний случай какой может быть, если отключат везде интернет. Да. Я, кстати, помню, что в феврале, или нет, ну какой-то месяц, вот когда вот это всё началось в феврале, там, может в следующий, там, в марте, началась информация какая-то появилась, что... Разгоняли, да, у нас в новостях такую информацию. Что интернета не будет. Ну это... Ну тут как бы уже ничего не сделаешь. Ну не только мы останемся без работы, так сказать. Давай поговорим ещё про то, как ты училась рисовать акварель, а как тебе вообще это давалось. Что ты рисовала, вот какие постановки у вас там были? Матюрморты или что? Ну если говорить про обучение в архитектурном университете, то мы, конечно, рисовали акварель. Я могу даже поискать, наверное, родители остались в моей страшилке, там, такие драпировки, таких, наверное, похожие на осьминогов. У нас я... У нас очень хороший универ был в плане, чтобы подготовить специалистов, которые смогут строить так, чтобы не рушилось. Правда, очень хорошие преподаватели. Но рисовать нас учили отвратительно. Поэтому я не особо ценю вот именно этот кусочек обучения. То есть я акварелью училась рисовать уже сама. Ну вот эти вот следующие обучения куда ты пошла? Ну там я тоже в основном, у меня была академическая база, то есть там карандашом и всякими мягкими материалами, маслами. Потом писала. А акварелью уже в основном. Ну там я-то немножко порисовала акварелью. Но там как-то вот... Это надо индивидуально тогда учиться, мне кажется, акварелью. Ну либо мастер-класс какой-то идти, где все повторятся преподавать. Ну и то, что будет засыхать и всё. Ну да. Я училась, ну, онлайн просто, возможно, просто. А как ты вот вообще... Ты сразу пришла к тому, что ты хочешь именно иллюстрации учиться? Нет, я... Или постепенно? Нет, я несколько лет рисовала исключительно пейзажи. Я вообще обожаю пейзажи. У меня всё заварено дома пейзажами. И это моё любимое направление до сих пор. Я иллюстрацией стала заниматься исключительно ради стоков. Потому что я понимаю, что пейзажи можно попродавать. У меня даже несколько продаётся более-менее регулярно на стоках. Но это не те пейзажи, которые мне хочется рисовать. Угу. Поэтому я уже перешла на иллюстрацию. Кстати, скажу, что это вообще разные вещи. Конечно. То есть у меня вообще не получалось иллюстрации, когда я перешла с пейзажа. Хотя пейзажи у меня уже вполне нормально были получались. Сейчас, наоборот, я, получается, пару лет рисовала почти только иллюстрацию. И я тут решила в новогодние праздники порисовать пейзаж. Ничего. Ну, простите. Ну, в смысле, ничего. Ну, без практики, конечно. Не то, что было раньше уж точно. Ну, то есть перестаёшь чувствовать эту влажность всего листа и всё. А тебе нравится вообще заниматься именно коммерческой иллюстрацией? Ну, мне нравится, да. Ну, то есть мне есть темы, которые не интересны. Я их просто не буду рисовать. Угу. Не люблю там фэйшн вот это вот всё там. Понятно. А какие твои любимые темы? Ну, мне нравится ботаника, наверное, как и многим. Мне очень нравится детская иллюстрация, она у меня лучше всего продаётся. Даже не знаю, что ещё. Ну, вот, кстати, еду мне понравилось рисовать. Но это тоже близко к ботанике. Ну, посмотри, такая еда, конечно. Ну, такая предметка уже. Ну, да. Предметка, кстати, мне нравится тоже рисовать. Угу. На животные очень тяжко шло. Ну, да. Алиса говорит про тему у нас. Ну, да. Темы еды, цветов, животных. Угу. Скажи, пожалуйста, что для тебя вообще вот профессия микростоковая иллюстратор? Чем она тебе нравится? Ну, вот. Ну, здесь, конечно, плюсов очень много. Ну, во-первых, у тебя нет начальника. Ну, это вообще отличный бонус. Да это просто супер бонус. Ты можешь сам себе начальник. То, что у меня было два начальника раньше, а теперь не будет ни одного. Ну, только когда архитектором работал. Ты можешь сам себе задавать ритм. То есть, понятно, что есть система, в которой нужно работать. Если не будешь по системе работать, то вряд ли чего-то получится. Но ты можешь, например, неделю фигачить-фигачить, а потом тебе нужно мини-отпуск себе устроить, даже не мини. Ты можешь себе его устроить. Ну, тут сильно зависит от того, насколько у тебя раскачан портфель. У меня был период, когда я только родила, я практически забила на стоки. То есть, я грузила максимум 30 иллюстраций в месяц. Ну, это прям хорошо, если 30. И я скажу, что у меня почти не просил портфель. У меня рос доход. Хотя у меня не очень большое было. То есть, там было, может, 500 иллюстраций, 600. И вот, в принципе, за это время у меня сильный скачок был в доходе. Ну, то есть, все равно. С другой работы у меня бы такого не было. Я просто не работала бы. И все, да. И все. Ничего бы не продавалось, да. Ну, да. Это да, это бонус. Ну, а дальше, соответственно, если хороший раскачанный портфель, можно там месяц, два не грузить. Ну, это да. И в целом ничего не будет. Ну, я по своему опыту могу, да. Ну, да. Ну, это уже прям очень раскачанный портфель. Я имею даже, если там 2000 будет, 3000 иллюстраций. Ну, как минимум, когда уже подходишь даже к концу долины смерти, там уже, да, можно себе позволить такие отпуска, так сказать. Ну, да. Ну, нет, наверное, даже не когда позволить, а когда форс-мажор. Ну, или когда форс-мажор, да. Ну, да, это то, что ты, если заболел вдруг, ты не встаешь и не едешь на работу в час пик, а ты, как бы, отлеживаешься, выздоравливаешься. Да, да. И дальше работаешь. Ну, плюс ты можешь выбирать сам, что делать. Если мне не нравится фэшн, я не буду рисовать фэшн. Надеюсь, у нас не будет таких 7 месяцев. Я не знаю. Да. Вот. Я не могу ничего обещать. Вот. Ну, то есть, если я буду хотеть рисовать одну ботанику, я могу рисовать одну ботанику, благо очень много тем. Конечно, да. Ну, у меня вон портфель 90% из ботаниц. Ну, да. Очень популярно, мне кажется, у многих. Ну, и ты говорила, да, мне тоже, что если ты устала рисовать, села, пошла заниматься другими чем-то по стокам. Ну, да. Вот это тоже очень здорово. То есть, есть творческая составляющая рисования. Я, кстати, всё хочу засечь, какое количество в теме я трачу именно на рисование. Ну, мне кажется, с процентов 15 получится, но я... Остальные всё... Мне кажется, да. Ну, не знаю, надо посчитать. Маленьких тем. Ну, чтобы не расширять их. И каждый раз у меня получается много листов, которые я потом ещё дорисовываю в следующий месяц. У меня прям начинает поток мыслей, что я это хочу и это. И тут быстрые эскизы такие. Мне нравится этот этап. Прям здорово. И потом смотришь и думаешь, что уже много работы сделано, уже всё придумано. Ну, и отрисовывать мне тоже нравится, конечно же. Ну, я спокойно отношусь к вырезанию. Я получаю себе сериальчик какой-нибудь. Я сижу, вырезаю. О, я так столько сериалов пересмотрела. Переслушала, точно. Ну, да, я тоже. Аудиокниг переслушала. Ну, да. Но мне не очень нравится, на самом деле, симуляры делать. Симилировали. Да. Мне нравится делать это до какого-то этапа. Я сейчас поняла, кстати, что и не надо. Если не идёт, не надо. То есть, я обычно себе прописываю, какие симуляры я буду делать. Я анализирую в этой теме, какие актуальны. И делаю только то, что мне кажется актуальным. Ну, то есть, зачем мне и себя мучить, и делать кучу, во-первых, похожих, каких-нибудь симуляров. Ну, это вообще бессмысленно. Ну, да. Ну, то есть, как бы, у меня обычно не бывает прям там слов. А всё остальное? Загрузка, трагутация? Да, вот это вот. Ну, для меня это такая рутина. То есть, я никак не отношусь к тебе просто. Просто это прям концентрация нужна. Там уже срядчик не послушаешь. Да, да. Я обычно только музыка включаю, который при чём-то телефоновый. Ну, и тебе легко, да? Да, если так нормально. Ты английский язык вообще знала? Знаешь? Ну, да. Ну, то есть, я не то, что прям там какая-то у меня нет уровня по английскому. Но очень редко мне нужно заходить, смотреть перевод слова. Ну, то есть, это какая-то специфическая тема, да. Там обычно, когда новую тему начинаешь, там каких-то новых слова узнаешь, там штук 7 новых слов ты узнаешь. Но когда ты делаешь по этой теме 50 семилляров, эти слова всё время будут повторяться. Ну, это да. И уже не надо их смотреть. Да. Поэтому, да. Это, кстати говоря, здорово, когда с английским не всё плохо, это быстрее просто. Это быстрее, но я могу сказать, что, допустим, я когда начинала работу на стоках, я английский вообще не знала. Ну, то есть, никак. Я в школе учила немецкий. А-а-а, прям настолько. Настолько, да. Ну, просто я как бы, английский нормально, но, на мой взгляд, так себя знаю. И я как бы, спустя 8 лет работаю на стоках, я в этом году, точнее, в прошлом году, когда ездила на Бали, смогла спокойно разговаривать с полицами на английском. Класс. Понимаете. Бонус от стоков. Это очень хороший бонус. Всегда говоришь, что стоки они приносят параллельно еще какие-то навыки, там, работа в фотошопе и знание языка тоже, потому что, когда ты отключуешь 10 тысяч иллюстраций в портфеле и атрибутируешь их, подпишешь описание 200 слов. Ну да. Это же, ну, вообще. Конечно, грамматики у меня нет, но зато база вот этих слов, которых я знаю, просто бигантская. Нет, база словарная вообще суток растет, это правда. Это точно. Даже вот просто элементарно с гугл-переводчиком, который достаточно хорошо переводит, это вообще… Ну да. Да. Такой вопрос еще к тебе. Поддерживают ли тебя родные? Понимают ли они то, чем ты занимаешься? Ну, я как бы живу с мужем, да, с ребенком. Муж у меня тоже работает преимущественно на себя. Угу. И, в принципе, у него такое прогрессивное мышление, он очень меня верил еще, когда я просто рисовала, то есть все время думала-бала. Да, он меня поддерживает полностью. То есть даже когда у нас разборы, эфиры, он меня отпускает, потому что у меня бывает в то время нет няни. Ну, по каким-то причинам, или если выходной, то у меня нет няни. И он у меня все время говорит, а, да, у тебя же совещание. Стоковое совещание. Да. Ну, то есть раньше я просто, когда работал архитектором, были совещания, и он меня так накатан и называет это совещанием. Я думаю, он относится к этому, как работе. Он меня полностью поддерживает. То есть ты все время фраза, а, видишь работу, то есть не так, что ты этим занимаешься. Да, ну, просто, ну, как бы я очень сильно и быстро росла, когда была архитектором, познакомились мы на работе. Поэтому он, как бы, знает, увидел, как вот девочки-ромашки вырос с руль очень быстро. Поэтому он, как бы, понимает, что если я за что-то взялась, это не фигня какая-то. Ну, скорее всего. Родители, ну, как бы, мы живем с родителями, соответственно, они не сильно лезут. То есть они уже, как я, там, стала жить отдельно, потом вышла замуж, потом стала жить с мужем. Они, ну... Но они понимают вообще, что это за процесс у тебя? Они вообще абсолютно не понимают. Вот просто ноль. То есть они рисование моего. Да, ты молодец, ты рисуешь. Там они любят вау-вау. Но чтобы этим работать, нет. Ну, то есть, во-первых, они очень переживают, вдруг я не буду заниматься своей основной работой. Ну, это же столько силу грохана. Ну, и это так, типа, престижно звучит. Ну, да. А тут даже объяснить сложно. Конечно. Да, поэтому, как бы, я рассказываю. Но вот от родителей вообще, конечно, поддержки в этом плане мало. Они бы вроде и пытаются, они меня по жизни всегда стараются поддерживать, но тут у них не получается. То, что я когда там... У меня там стало давно еще получаться... Я не знаю, там, долларов сто со стоков. И я там говорю, ну, я начала там зарабатывать. Мама, ну, сколько я там? Ну, там тысяча, там пять-семь. Ну, тогда курс был трикнут. Это же копейки. Ну, понятно, да. Ну, люди не понимают, что такое дизельца. Ну, да, да, да. Да. А ты помнишь, кстати, свою первую продажу? Да, я помню. Это было на Adobe. Это было в первую мою неделю работать на второй день. Говорят, мне помню. То есть это два года назад, да? Да. Мы, кстати, по-моему, не упомянули, да? Да. Я, получается, почти два года на стоках. Я зарегистрировалась, по-моему, в мае 21-го. Тогда я зашла на Adobe и на Shutter. Остальные у меня сильно постепенно добавлялись. То есть не сразу на все. И вот, например, на фрипик я только в феврале прошел год. Ну, тоже уже год прошел. Ну, вот. И, соответственно, у меня очень разное количество работ на всех стоках. Потому что я постепенно начинала понимать, что не надо грузить. И я только часть своего портфолио загружала на новые стоки. Понимаю, что даже не на что-то, даже времени надо тратить, чтобы загрузить. Да. Ну, то есть, получается, ты загрузила тогда, через неделю у тебя случилась продажа, да? Ну, даже потому что через несколько дней. Там удобно... Ты прям помнишь, что купили? Да, акварельный фонд. Какая была радость у тебя? Ты помнишь это ощущение? У меня почему-то даже немножко паника была. Потому что... Не знаю. Потому что я думала, а вдруг там что-то плохо отсканировано. А там было плохо отсканировано. Ты сопряжала за качество, да? Да, потому что у меня тогда не было нормального сканера. Я когда начала стоками заниматься, я говорю, так, мне надо как-то сканировать. Я такая, может, сейчас всё будет? Достал из кладовки сканер, откуда он у нас? Казалось, что он просто айтишник, поэтому у нас всякой техники дома разбросано много. И вот у нас был какой-то завалявшийся сканер. Ну, на первом времени его хватало, но вообще сканировано отвратительно. На первом иллюстрации загружены. Мне не всегда стоки их принимали за качество. А сейчас ты сканируешь и фотографируешь? Я сканирую, потому что я очень привязана к режиму няни-ребёнка. И я обычно всем этим занимаюсь, по вечерам тут уже когда темно. Угу. Понятно. У тебя какой сканер? У меня Epson V500. Угу. Тебе нравится он? Да, мне нравится. Ну, странно. Ну, да. Не, ну, он справляется в новой категории, да. Угу. Потому что я знаю, что есть какие-то суперсканеры, которые сканируют и сразу убирают текстуру бумаги. Угу. Но они стоят как роллосом улёта. Ну, да. То есть здесь остаётся текстура, но она как бы тыкает. Нормально. Угу. Угу. Потому что у меня первый сканер, он прям выжигал работы. То есть у него проваливались светлые оттенки, только шум такой вот. Угу. Ну, это проблема у многих, когда съедаются светлые и белые рисунки. Ну, это было инфу какое-то. Угу. То есть не только сканер. Ну, не для, конечно, иллюстраторов, а для офиса. Мы попозже немножко перейдём ещё к продажам. Я тебя тоже поспрашиваю про деньги. Поговорим ещё. Ты упомянула тут в разговоре, когда ты рассказывала про мужа, что ты суровый начальник. Я думаю, что такая милая девушка в кадре сидит и немножечко удивила всех. Всех всегда удивляет, что я работаю. Расскажи немножко про свой опыт. Ну, может, это интересно. Мне интересно. Ну, я работала... Так, 8 лет я работала архитектором в найме. И два года потом фрилансила. Конкретно в той фирме я работала, наверное, 7 лет. Из них около 6 руководила. Ну, да, через год я начала. Ну, я была ведущим архитектором. Ну, сначала просто архитектором, потом ведущим архитектором, потом главным архитектором проекта. То есть всё такое интересное. Из архитекторов стокера. А, кстати, я скажу, мне казалось, что это так интересно. Ну, вообще, я люблю свою профессию. Правда, я считаю, что это очень классно. Потому что, когда ты видишь результаты, построенные своего труда. Ну, понятно, коллективного труда. Это прям здорово. Было несколько руководящих людей, и команда была, в общем-то, общая. И когда у тебя, ну, размазывалось по нескольким людям. Когда у тебя более интенсивно, тебе больше давалось людей. Когда менее, у тебя менее. Ну, у меня так в среднем было 5-6. Какие-то завальные времена, там, 12-15 человек. Ты не скучаешь в чём времени? Нет, ну, мне очень как-то нравится вспоминать то время. Потому что мне очень нравилась команда. Прямо обожаю ребят. Вот очень. До сих пор с некоторыми общаюсь. Даже со многими. То есть у меня многие превратились прямо в друзей. То есть у меня сама близкая подруга с работы. Но это была... Это не та работа, на которую нужно работать всю жизнь. Ну, то есть такая прям школа жизни была. Мы по ночам сидели, по выходным сидели. У меня бывало, что какие-то проекты мы выдавали сутками. То есть у меня кто-то работал днём, кто-то ночью. А я периодически должна была себя проверять. То есть мне звонили ночью. Я вставала, проверяла, шла в фототаж. Нет, не куча. Это одна из причин, почему я больше не хочу внать в архитектуру. Потому что там так, в принципе, плюс-минус всегда. Потому что там завязано на кучу смежников, на стройку, на технику. И очень часто не сдвинуть сроки. Понятно. У меня как бы ребёнок маленький, мне бы хотелось всё-таки присутствовать. В жизни не только номинально. Но сейчас получается в стопах себе комфортнее намного, да? Ну конечно. Но мне просто ещё очень нравится, что тут не нужно... Я интроверт. Прям полный. То, что я тут сижу, рассказываю, это максимальная зона комфорта. Мне нравится, что можно ни с кем не задеться. Сидеть себе. У меня просто моя сильная сторона — это анализ, структурирование, планирование, выбор стратегии. И на стопах я это всё могу применить. При этом мне не нужно ни с кого увязывать. То есть я могу руководить умею, но я не хочу. Тут мне это и не надо. То есть я могу сама в себе там сидеть и как бы зарабатывать. Анализировать, планировать, рисовать и действовать, да? Ещё и рисовать. Ещё и творчество добавить, обработать. Да, мне тоже, кстати, нравятся стоки этим. Что здесь можно спланировать, стратегии себе нарисовать, действовать и видеть результаты. Это всё прекрасно. Да. Давай вернёмся к продажам. Расскажи вот 10. У тебя, кстати, продажа была за сколько? Ты не помнишь первая? Мне кажется, где-то 30-30 центов. У меня на доме была продажа, там же по 10 нет. Там 33, да. Да. У меня просто 25 было, когда на шатре ещё было 25, там сейчас 10. А какая-нибудь крупнее сумма, ты помнишь её? Какая-нибудь Расшира? В смысле, тогда, в самом начале? А, в смысле, какая-нибудь Расшира, которая меня прям порадовала. Порадовала. Или удивить. Или удивила. А, да. Ну вот, это, кстати, мне пару раз покупали фотографии моего кота. Прям за много. То есть там, долларов за 40. Косяков. У меня Мэн Кун. Угу. Ну, это были, как бы, такие фотки. Они неплохие, но нормальный фотик. Не что-то он хороший. За 50 долларов. Это прям символ получается. Да. Пару раз мне его купили за столько. Причём там один раз на истоке, и там можно посмотреть, за сколько купил именно покупатель, а не только тебе отчисления. А отчисления там, по-моему, 15 процентов. Да. Для 20 автора. Там смотришь так... Ну да. Это из такого... А из-за иллюстрации? Из-за иллюстрации. У меня фоток мало, кстати. у меня там штук 15 процентов всего. Я вот помню несколько, но вот я прям не помню, какая была первая. Нет, я помню. Всё. Я вспомнила. У меня был паттерн из эвкалипта. Не вот это, но я не помню, за сколько вы купили. А ну что, за 30? Что-то такое. Да. Я помню, это прям первая на бигстоке. Вот это тоже для меня удивительно. Ничего себе. Для меня тоже было зависимо. И как ты вообще порадовалась? Да, ну конечно. Первый раз. Причём мне этот паттерн не нравится, потому что я, во-первых, тогда не умела нормально делать паттерны, во-вторых, это был мой первый опыт диджитал рисования. Мне тогда подарил, может, какой-то праздник экранный нетор планше. И мне стало интересно попробовать диджитал какие-то программы. Я тогда изучала разные. И вот этот эвкалипт был первым опытом. Поэтому он был довольно кривенький. Из него был сделан кривенький паттерн. Ну мы купили, да. Она его, кстати, практически покупает. А вторая работа какая была? Да их несколько, их не двумя там. Нет, но у которой вот первые были, которые запомнились, может, тебе. Да, было из моего любимого набора, который хорошо покупается. Не буду рассказать. Хорошо. Да, мы какие-то условно успешные работы не раскрываем, дабы исключить какого-то копирования. Это вполне нормальная история. Я как бы поддерживаю эту тему. Поэтому мы какие-то темы не будем обсуждать, так сказать. Потому что у Алисы есть тема, которая вылетела и выстрелила очень хорошо. И дабы вот как раз таки исключить копирование. Мы просто можем сказать, что она у тебя… Да, у меня есть… Работа… Ну, как бы не говорить конкретно. Даже не работа, а набор, который выстрелил в топ. То есть он уже год находится в топах шаттера и адоба. По одному ключу, да? По… Или по сочетанию ключей? Ну… Из двух слов, без даже… Ну вот на адобе без приписки Watercower даже. Вот там просто по одному слову теряется смысл. А, понятно. Вот. А на шаттере Паусовской с припиской Watercower. Угу. И он у меня год под Шкода уже продается. Каждый день. Ну вот это вот… Вот что значит, типа попасть в топ. И иллюстрация будет продаваться или из набора будет продаваться каждый день. Да. Ну и ситуация не тянут много. Прочувствовала. Прочувствовала. Да. Это было здорово. Потому что этот набор я рисовала почти перед родами. И при всем моей любви к планированию он был на эмоциях абсолютно сделан. Угу. И он выстрелил. Круто. Да. И я первые полгода почти не грузила. То есть совсем по чуть-чуть. Чтобы было не до этого. И он мне позволил продержаться. Вот. Чтобы мой портфель никуда не скатился. Угу. Но у меня народ рос за счет этого набора. Это очень вообще ценно. Да. Побольше бы таких я желаю. Если бы побольше. Спасибо. Я себе тоже желаю бы побольше. Да. Что-то если выстрелили вот уже единичное. Тут именно наборы выстрелили. Угу. Ну давай поговорим уже о самом интересном. О деньгах. Про первые продажи мы поговорили. Про расширенные. Ну и про большие продажи тоже поговорили. А как вообще динамика развития. И на самом деле первый будет вопрос. Какое у тебя количество сейчас работ в портфеле? У меня вот из-за того, что я на стоки постепенно заходила. У меня везде разное количество работ. То есть у меня на Top Shutter были первые. И там сейчас крыто 1150 работ. Да. 1150. На сегодняшний день. Ну из них вот. Ну понятно так у всех. Но вот 300-400 может 500 работ вообще не столько. Ну то есть их вообще сложно учитывать. Хотя что-то иногда продается. Нет. Все равно будет продаваться что-то. Да. Даже из того, что ты думаешь. Ну то есть это не сопоставимо с тем, что я гружу сейчас. Скажем так. Ну то есть по ощущениям твоим у тебя работает 50% в портфеле. Ну в лучшем случае. Ага. И при этом ты говоришь, что у тебя все равно идет хороший рост. Да. То есть ты медленно, но уверенно все-таки движешься в свой город. Идет рост, но он не линейный. То есть я не могу сказать, что я вышла на какую-то сумму и прямо на следующем месте я выйду на ногу. Нет. Он бывает, что там на какой-то уровне застынет. Бывает даже чуть-чуть вниз где-то. А потом опять. Вот он вот таким вот. Да. Такой лесенькой. Ну я могу сразу сказать тебе и там кто нас смотреть будет. Да. Это зависит от загрузок. Если ты когда-то пропустила что-то, то как раз в будущем это скажется. У меня просто была система именно загрузок появилась. То есть я до этого столько не рассматривала как прям очень серьезное свое занятие. Потом родился ребенок. И то есть я вот только когда с лета начала систематически грузить. Это мне кажется... То есть по последние полгода, да? Да. И мне кажется, что я вот когда какие-то вот непонятные спады, то я гребаю вот это время, когда я непонятно что делала. Скорее всего. То есть ты понятно что взяла, но я бы не со стоками. Ну наверное. Ну и загрузок допустим условно не было. Да, да. У меня было месяц, по-моему я вообще не крутила какое-то. Ну и ты сейчас находишься тоже в середине долины смерти, да? Ну в середине, да. В середине, да. Ну то есть как и в интервью с Наташей я тоже сделала акцент на том, что у каждого своя конечная финансовая цель, да? Ты бы сколько хотела, кстати, зарабатывать? Ну вот чувствовала бы себя комфортно. Да, я понимаю. Ну я вот, тысяча долларов для меня мало, у меня со стоков. Мне кажется, где-то полторы со стоков нормально было бы. потому что у меня еще есть идеи как бы зарабатывать на иллюстрациях. И еще просто так и было бы нормально. Но мне просто кажется, что со стоков есть какой-то порог, когда чтобы больше зарабатывать надо что-то совсем другое начать делать. И не знаю, мне так кажется. Ну вот может я ошибаюсь. Ну слушай, это может быть когда уже ты выйдешь на какой-то тысяча, полторы тысячи, две тысячи долларов. Ну вот мне кажется, что это такое. Да, там портфель будет вы продавать ежемесячно столько, но чтобы вот еще сделать какой-то квантовый скачок, там действительно надо какие-то еще усилия приложить. Но обычно к этому моменту стокеры уже так расслабляются и уже ничего не делают. Вот я и хочу славиться к этому времени, позаниматься еще какими-то своими идеями. Ну а сейчас ты условно находишься в такой пути, спустя полгода ты уже добираешься до своей верхушки, да, ты можешь озвучить сколько ты зарабатываешь в месяц, сколько у тебя получается. Да, у меня получается около 400 долларов в месяц на данный момент. Ну это где-то около 30-ти, 30-ти с копейками ежемесячных плосежей. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше будет. Ну да, на самом деле, причем на то, что ты работаешь без начальника и без всего 30 тысяч в месяц, конечно… Ну я и не работаю full-time, если уж так говорить, потому что у меня… Я так прикинула, что на стоке где-то часа три в день трячу. Ну это очень действительно хороший результат. Может быть четыре. Потому что, случайно на то, что ты говоришь, что 50% у тебя в портфолио только работает, ну то есть картинок 600-700 получается. И то из них наверняка тоже продается только 50%, которые выстрелили. Да, да, да. Ну то есть это все равно очень такой хороший показатель. Это значит, что ты внутреннюю работу именно стоковую очень хорошо проделываешь. Ну то есть с точки зрения анализа. Ну да, я стараюсь. Это очень важно, кстати. Возьмите на заметку, вот смотрите, как анализ хорошо работает. Потому что тысяча с чем-то работ, тысяча двести. Да, это же тем более у меня только на доп и шаттере, а на остальных стоков у меня меньше. То есть там… Ну на каких-то там типа айсток я тоже довольно быстро зашла там к тысяче где-то, наверное, ближе. Ну может там 900. А на последних, на какой-нибудь хрипике у меня даже 500, мне кажется, нет работы. А критив-маркет тебе что-то приносит? Да, я на критив-маркет зашла тогда в феврале с пониманием, что я не успею заниматься, что это да, увеличение возможности. Но вот первый набор, который я загрузила, он тоже там выстрелил и там тоже. И он у меня продается в основном. Где-то на несколько раз в месяц продается. Я при этом не занимаюсь критив-маркетом уже месяца 4-5. Но я не успела не заниматься. Надо заниматься. Там есть такая, да, особенно, что… Я потом еще туда загрузила из того, что у меня уже было нарисовано, ассимилировано еще 7 наборов, у меня сейчас там 8. Но они хуже продаются. То есть они немножко продаются, но там не каждый месяц, скажем так. У тебя получается 400, это включая критив-маркет? Да, это включая. Ну вот, кстати, это большой бонус вообще. Ну, то есть я рекомендую заниматься критив-маркетом, развивать его, конечно же. Потому что, ну, такой результат получается очень хороший. Ну да, нет, но если там чуть больше у него времени вкладывать, я думаю, что он еще больше. Конечно, конечно. Больше 50 даже, чем в стоке. Да, я уверена, я надеюсь, что мы с Алисой еще запишем интервью, там, еще спустя полгода, как она выйдет на 1000 долларов. Потому что с критив-маркетом, если ты им займешься, это будет даже быстрее, чем через полгода. Ну да, это надо. Да, надо, надо. Это прям круто. Спасибо большое, что поделилась. Есть последний вопрос относительно вывода денег. Как ты сейчас... Какой у тебя больше эмоциональный фон относительно новых способов? Как ты что-то сама предпринимаешь? Или все-таки в моменте ожидаешь каких-то решений? Ну, я, конечно, очень жду еще решения, которые ты предложишь. Ну, потому что он анонсированный, естественно, хочется его посмотреть. Я, когда все это дело началось, я как бы знакомых узнала, можно, если что, через них выводить, то что с некоторых стоков можно. То есть ты подстраховалась уже? Я подстраховалась, конечно, но то, что хотя бы... Мне не нравится этот вариант. Почему? Потому что для меня стоки это большой бонус в том, что работаешь ты на себя. Ну, то есть ты ни с кем не контактируешь, да. А тут уже немножечко кого-то приходится привлекать. Ну, на крайний случай так. Ну, то есть, варианты есть. Я понимаю, что, если что, я сделала эффективную релокацию. Опять же, либо через знакомую. Тссс, никому не рассказывайся. Может, не фиктивно. Мы, кстати, рассматривали вариант переехать, потому что мужа тоже завязана с другими странами работа. Ну, как бы пока нет, потому что тут ребенок, бабушки, дедушки, как бы хочется, чтобы все были пока вместе. Ну, посмотрим. Не знаю, я как бы пока коплю. Ну, то есть я в декориете, в конце концов. Вообще, они у меня работают. А как новость относительно 1, 2, 3 Rails Free? Ну, это, конечно, очень вдохновляет. Мне кажется, сейчас все потянутся потихонечку, потому что это же бизнес. Конечно. Конечно. Ну, и я уже говорила, да, что он просто, этот сайт, он маленький сток. Им проще было взять это все изменить. А покрупнее мастедантам, им сложнее всю эту финансовую систему перелопатить. Да, меня очень, на самом деле, вдохновило Adobe с самого начала, который сказал, что да ладно, переводите на другого человека. Ну, это тоже немножко такой сомнительный законности вариант, потому что даже какой-нибудь там PayPal, например, очень не любит, когда там что-то приходит подозрительное. Ну, мне кажется, если честно, сейчас тоже такие мои догадки. Всех хейтеров прошу ломаниться сразу. Потому что я тоже размышляю. Мне кажется, что PayPal немножечко сейчас ослабил систему контроля относительно стоковых переводов. Мне тоже так кажется. Потому что мой способ вывода напрямую связан с PayPal. И он работает. То есть, как бы, никаких палок в колеса никто не вставляет. Мне почему-то кажется, что, может быть, PayPal тоже переживает, что нашел каким-то образом. Да, или же тоже не по своей. Ну, то есть, это все догадки, бесспорно. Ну, мне тоже так кажется, потому что, в любом случае, слежу за всеми способами вывода, которые где-то промелькивают. И видно, что, ну, естественно, появились люди, которые берут на себя функцию посредника. И видно, что они выводят на много аккаунтов на один и тот же PayPal. И если говорят, что раньше за это блокировали, то сейчас я смотрю, что у них все в порядке. Ну, если Adobe разрешает выводить на один PayPal с разных аккаунтов, ну, как бы, наверняка, такие крупные бизнесы могли о чем-то договориться или смягчить какие-то условия. Ну, наверное, не знаю. Кто знает. Мы это не узнаем никогда. Мы можем только методом тыка все проверять. Вот. Я один способ проверила. И будем еще ждать, конечно же, от самих стопов. Я думаю, что все вообще полностью наладится. Ну, я тоже думаю, прям это не так прошло еще. Так, конечно, два месяца всего. И тут еще, на самом деле, мне кажется, тем, кто уже развился настолько сильно и только этим и живет, ну, эти работы для них прямо это плохо. Если у тебя нет подушки безопасности, то надо быстро перестраховываться. Конечно. А тем, кто только начинает, вообще все, пока они разгонятся, уже что-то будет решение какое-то более изящное, чем те, что и сейчас. Конечно, да. Ну, тут как раз-таки вопрос про стокера, который живет без подушки безопасности, это вопрос уже непосредственно к стокеру, да? Ну, да. Я просто до такого дожил, так сказать. Да, больше, скорее всего, у нас, наверное, будет много смотреть новичков, кто только планирует, да, кто только собирается на стоке. И ты правильно заметила, что пока они будут проходить свою долину смерти, там еще может 10 раз все поменяться. Ну, я, кстати, еще скажу на тему вот этих выводов, что же слежу за разными стоковыми, там, и студиями, и так далее, они там разные опросики проводят, я тут помню, был вопрос, уйдете ли вы со стоков, и там значительный процент был тех, кто да. Да. И я могу сказать, что это нише конкуренция будет. Да, сейчас хорошее окошко тех, кто упёртый. Мне, кстати, даже показалось, что мне еще отчасти рос, но я так подумала, что, может быть, еще из-за того, что конкуренция ниже стола. Ну, я думаю, что, да, на самом деле, те, кто, может быть, и, как бы, поддерживает эту панику как раз-таки для того, чтобы остальных расшатать, чтобы бросили все люди заниматься стоками, а они в своей нише остались одни условно. Ну, мне вообще в целом, вот я против всяких стоковых чатиков, где очень много нытья, потому что там никогда невозможно отличить, действительно человек жалуется из-за того, что у него ничего не получилось, или это человек специально расшатывает ситуацию, ну, так дистерилизирует. Очень мало таких чатиков встречала, то есть я либо по конкретному вопросу искала, то есть я, не знаю, может быть, из-за этого у меня не было ощущения, что не получится, потому что я как-то не встречала особо. Ну, я, по первости, когда искала информацию, встречала, но я как-то всегда на себя это не применяла. Ну, то есть, ну, пускай пишут, не получилось, у меня получится. То есть я была в себе уверена очень сильно. Ну, видимо, ты тоже была уверена. Потому что, так сказать, уже есть результат. Ну, и ты еще идешь к своей цели. Это прекрасно. На самом деле, спасибо большое. Мне очень было интересно с тобой поболтать. Мне кажется, и вам всем понравилось. Пишите вопросы Алисе, если кто-то хочет что-то задать. Вдруг, может, что-то, ну, я что-то упустила, не спросила. Мне кажется, мы обо всем поговорили, все очень интересно. И сегодня мы с вами уже будем прощаться. Если ты хочешь, можешь на пусты какое-то начинающим дать от себя. Я даже не знаю. Но мне кажется, что если хочется заниматься стопами, все возможности сейчас есть. То есть если вопрос стоит вывода денег, к тому времени, как у вас возникнет необходимость их вывести, то... Кстати, вот сейчас вспоминаю, когда у меня первый раз я вывела, надо посмотреть в записи. Мне кажется, через несколько месяцев или через полгода садовая вывела первый раз. Ну, то есть это время, все поменяется опять. Даже если не поменяются, варианты исчезнут. И сейчас есть. Они просто не такие классные, как были раньше. Но зато сейчас такие варианты, которые уже больше никуда не денутся. Ну, я не знаю. Ну, как изучал их. Да. Ну, то есть, типа, уже, ну, не знаю, что только если интернет открышь. Ну, да. Не, ну, еще я бы сказала, что нужно очень сильно понимать нагрузку. Потому что, ну, как бы это не точно не пассивный доход. И вот, например, в декрете это прямо очень сложно. То есть я вам прямо скажу, чтобы не было ощущения, что там в декрет можно пойти и там в горы сворачивать. У меня приходят няни. И в это время я работаю. То есть если бы не было няни, я бы ничего не успевала. Потому что у меня ребенок спит один час примерно днем. В это время я там, не знаю, поем. Угу. 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 И все. Поэтому нужно хорошо понимать, готов ли ты тратить время. Угу. То есть твоим ощущениям вот минимум три часа в день. Угу. Ну, ты вообще, как бы, как считаешь, что стоит тратить это время? Результат, который вот там будет через долину смерти, он стоит того... Мне кажется, нужно для каждого человека самому анализировать. То есть вот как бы я сейчас могу говорить именно о самом секрете, потому что это совершенно отдельная история. Это сложнее, чем когда ты с работы приходишь. Потому что когда ты с работы приходишь, ты хотя бы спать можешь нормально потом. Угу. 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 Я бы все равно что-то делала. Угу. 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 и не будет страдать от того, что нет своего дела какого-то, то, наверное, лучше подождать. То, что я всё равно понимаю, что я получу своём здоровье. То есть, может, лучше бы я это время там полежала, поспала. Я бы не сказала, что ты не плачешь, наверное, ты инвестируешь в своё будущее всё-таки. То есть, если ты захочешь второго, третьего ребёнка, у тебя уже будет потом, так сказать, спокойный сны с ребёнком и со стоковым доходом. Вот, кстати, я об этом думаю, что надо было это начинать раньше. Но тогда я, наверное, себе морально смогла позволить заниматься тем, чем я сейчас хочу, только когда ушёл в декрет, потому что я в декрете ничего не хочу, тем и работаю. Вот, но по-хорошему надо было хотя бы во время беременности заниматься непроектированием и стоками. За 9 месяцев можно было бы, на самом деле, нормально работать. Ну, там же тоже ты не сидишь... Ну, начнём с того, что ты уходишь в декрет 26-го. Угу. Ну, я уже на фрилансе была, поэтому можно было сразу. А во-вторых, ты всё мотаешься постоянно по врачам. То есть, ты всё на твоём не сумме. Плюс, там, со здоровьем всякого хватает, ну, это не бодро съешь, как правило. Но, в целом, можно было бы, опять же, хотя бы на полставке сидеть, ну, в целом на полставке, там часа 4 в день, и заниматься стоками. И к этому времени уже можно было бы себя спокойнее чувствовать. Угу. То есть, ты советуешь, да, всем тем, кто планирует заранее подумать за стоки? Ну, да, кстати, потому что там уже такой дополнительный доход. Конечно. Уже можно так сильно не фигачить, как в самом начале. Угу. Особенно, если, знаешь, вот, что бы я посоветовала, то точно. Что, если есть какая-то информация, которую можно купить, это прямо, ну, только качественная. Это прямо хорошее вложение. Потому что, если... Изначально, когда я начинала, не было качественно. Ну, может быть, их были, я не нашла. У меня были, я прошла курсы, но, честно скажу, они были некачественные. Не буду. Ну, точно. Ну, точно. Антирекламу. Антирекламу. Да. Антирекламу. Если есть качественная информация, сейчас я, ну, собственно, ну, они, естественно, не могу сказать. То есть. Но есть ещё вот векторщиков хорошие курсы. Тоже, наверное, кто знает. Ну, если это креатив-курс, не можешь рассказать. Да, креатив-курс. Потому что я с ними дружу, люблю. Ну, вот. Я о них не училась, но я за ними очень сильно слежу. Угу. Иногда пишем вопросы. Даже часто. И, вот, прям, мне очень нравится. То есть, как бы, если есть платная информация, которая сэкономит время, в данном случае это прям архивлажно. Потому что, если вслепут неправильно ключевать, неправильно называть, не то рисовать, то просто пустая трата времени. То есть, можно сидеть, ничего не будет получаться, ничего не будет продаваться. Можно хоть тысячу работ нарисовать. Конечно. Если эти пункты не выполнены, то... Да. Согласна. Ну, как бы, только что с дождь и всё. Лучше потратить там не такие уж прям безумные деньги, а сразу всё делать правильно и видеть отдачу. Да. Я с тобой согласна. Я тоже за то, чтобы учиться и развиваться. Да. Спасибо. Прекрасно. Учитесь и развивайтесь. И будет всё у вас хорошо на стоках. Спасибо большое ещё раз. И мы с вами прощаемся. Продолжение следует...